Добрый день, дамы и господа. Сегодня у нас 9 апреля 2020 года, очередной день общемирового карантина. И сегодня мы проводим наш очередной вебинар-марафон в течение ближайших двух с половиной часов. Портал Prean.ru будет переноситься из одной части мира в другую часть мира, и мы будем говорить о том, что происходит сейчас на рынках зарубежной недвижимости, популярных у русскоязычных покупателей, но больше времени даже уделим не, собственно, эпидемиологической ситуации, которая, ну, в общем, из новостей известна очень многим и понятна, в общем, и без нас, но, собственно, экономической ситуации, тому, что уже происходит на рынке, и что будет происходить в ближайшее время, какие возможности сейчас открываются для, в частности, инвесторов. И, как я сказал, у нас 5 сегодня экспертов. Вот кратенько здесь вы можете на страничке посмотреть, с кем и в какое время мы будем общаться. Ну, время ориентировочно, там с кем-то получится чуть подольше, значит, соответственно, кто-то вступит в наш диалог чуть-чуть попозже, но вот примерный список у нас вот такой. Ну, и я с удовольствием представляю нашего первого гостя, Александр Танко, наш эксперт из Словении, руководитель компании Future Real Estate и Century 21 Словения. Александр, добрый день. Как со связью у нас? Филипп, приветствую. У меня все хорошо. Слышу вас отлично. Отлично. Мы во время репетиции, когда только пробовали сейчас связь, к сожалению, были некоторые проблемы. Если они вдруг возникнут, не пугайтесь, просто будем говорить чуть-чуть медленнее, может быть, будем просто немножечко, ну, каким-то образом регулировать картинку так, чтобы все в итоге получилось. Звук есть. Елена, как правило, бывает всегда у нас несколько зрителей, у которых звука нету. Это, как правило, связано, чтобы звук появился, чтобы вы всех услышали, просто лучше перезагрузить компьютер и войти в наш вебинар по-новому. Итак, Александр, ну, значит, сразу хочу сказать, вот Елена написала, скайп работает, чат, простите, работает, можете сразу уже начинать задавать какие-то вопросы или какие-то комментарии, коль они у вас есть. Саш, ну, давай в двух словах. О Словении мы до этого с коллегами нашими еще не говорили. Что сейчас происходит у вас в Словении, ну, просто с точки зрения вот уличной ситуации? Как она происходит? Да, на сегодняшний момент в Словении, как и во многих европейских странах, есть карантин. По сути дела, он был введен во второй половине месяца марта. Сейчас ситуация, в принципе, достаточно стабилизировалась, поэтому по факту со следующей недели уже государство анонсировало, что постепенно определенные ограничения государство снимать будет. То есть на сегодняшний момент у нас уже работают продуктовые магазины, аптеки, открылись с этой недели магазины фермерского хозяйства, открылись магазины строительные. Строительные работы идут нормально, то есть, в принципе, закрыт тот сегмент, где есть непосредственно контакт с потребителем. То есть это магазины одежды, это какие-то развлекательные заведения, рестораны, бары. Но, в принципе, в общем, экономические компании работают, то есть которые напрямую не связаны с потребителями, да, то есть где-то непосредственно не производящие услуги. И по сценарию Австрии, в принципе, к 1 мая большинство уже ограничений должны быть снято. И к 1 июня правительство анонсирует, что полностью все ограничения должны быть сняты внутри страны. Понятно, пока не идет речь о авиасообщениях и прочем, границы с Италией до сих пор закрыты. И далее будет закрыта, пока ситуация в Италии не стабилизируется. Поэтому въехать, например, со стороны Италии в Словении практически невозможно. Для этого нужно получать отдельный соответствующий документ, согласие, разрешение. Так что в этом плане Словения проявила себя достаточно жестко. Как только начались первые заболевания в Италии, особенно все, что связано было с пограничными зонами со Словении, Словенцы моментально свою границу закрыли. И, в принципе, Словения во многом повторяет сценарий Австрии, повторяет сценарий Германии. То есть, по сути дела, как таковой карантин у нас, по сути дела, один месяц. То есть у нас сейчас идет четвертая неделя карантина, и, по сути дела, со следующей недели уже потихонечку все начинает открываться. Если мы говорим о рынке недвижимости, ну, понятно, славянский рынок недвижимости, он не очень большой. Страна-то 2 миллиона человек, она совсем небольшое государство. И, соответственно, любые, даже незначительные в абсолютных числах изменения, они могут серьезно повлиять на общую статистику. Если мы говорим о продажах, о сделках, что-то сейчас происходит, и что вообще происходит в этой связи? Да, на сегодняшний момент сделки идут. То есть, по сути дела, юридических ограничений в этой сфере нет. То есть, по сути дела, нотариусы работают нормально, поземельные книги работают нормально. То есть, в принципе, для юридического оформления сделки ограничений нет. И, по сути дела, ряд сделок, которые мы начинали ранее, еще в месяце, в январе-феврале, мы, в принципе, как раз в период карантина мы их спокойно довели до конца. Конечно, возникает вопрос касаемо осмотров недвижимости, касаемо непосредственного контакта с потребителем. Здесь, конечно, определенные ограничения имеются. Но, как мы говорили, что просчитывались разные сценарии. То есть, что случится с рынком недвижимости, если карантин продлится до конца апреля, мая и июня? По сути дела, у нас будет такой средний сценарий. Если мы говорим, ведем речь о недвижимости жилой, то, конечно, небольшая просадка в сфере люксовой недвижимости будет. Если мы ведем речь о недвижимости такого среднего ранга, то я думаю, что просадочка небольшая, процентов на 5 будет. Но если, опять же, экономические показатели пойдут наверх после отмены всех ограничений, то, в принципе, эти 5 процентов, они достаточно быстро отыграются в этом плане. Это мы говорим о жилой недвижимости. Скажи, пожалуйста, прости, Саш, сразу перебью. А вот сейчас что-то чувствуется? Вот сейчас какие-то изменения уже есть? Например, в агентство стали обращаться больше продавцов? Или в агентство стали обращаться больше покупателей? Или люди ждут скидок? Или люди готовы предоставлять скидки? Или, по большому счету, ну, просто легкое затишье без каких-то конкретных цифровых показателей? Смотрите, здесь приведу параллель по двум примерам. Первый пример – это как себя ведут покупатели на местном рынке. Нужно все-таки не забывать, что 90% покупателей на рынке жилой недвижимости – это местное население, что является достаточно объективным показателем состояния экономики в стране. По сути дела, мы на сегодняшний момент ведем два крупных проекта. И, по сути дела, запросы идут. Я бы не сказал, что запросы сильно упали. Я бы сказал даже, что небольшой рост в этом плане есть, потому что люди сидят дома, им заниматься нечем, и они пишут, звонят и пытаются получить какую-то информацию. Цены пока что не упали. То есть цены пока инвесторы держат на том же уровне, что было, скажем так, до периода карантина. В дальнейшем, конечно, я думаю, первый месяц-два он будет показательным. То есть насколько упадет резко количество сделок по сравнению с прошлым годом. И, исходя из этого, я думаю, застройщики будут смотреть, стоит ли делать какие-то дисконты по ценам. Но, по крайней мере, то, что мы рекомендуем пока ничего не дисконтировать, то есть выжить, посмотреть. Опять же, это сфера живой недвижимости. Если мы ведем речь о иностранных покупателях, конкретно покупателях из бывшего постсоветского пространства, то я бы сказал так, что на сегодняшний момент спрос у нас также возрос, потому что это также связано, например, конкретно в России с колебанием валюты. То есть люди понимают, что может произойти черный сценарий с экономикой России, где валюта может уйти и на 90, и на 95, и на 100 евро к рублю. И понятно, что люди пытаются впрыгнуть в последний вагон и купить что-то еще подешевле. Ну и плюс, конечно, у ряда покупателей есть ощущение, что в связи с данным кризисом они могут получить очень большой дисконт, то есть там 20%, 15%. Конечно, таких проектов на рынке пока еще нет. Если такие объекты, они будут появляться, они будут появляться в период последующего месяца двух, опять же, это не будет огромное количество объектов. То есть на самом деле, исходя из того, что государство поддерживает достаточно неплохо экономику, то есть если говорить о цифрах, то только первый пакет COVID-19, то есть Словении ввели три пакета помощи. Первый пакет помощи – это 3 миллиарда евро. Скажем так, 3 миллиарда евро – это треть бюджета всей страны. То есть только на поддержку на следующий месяц, 3-1,5, то есть это вот с конца марта до конца апреля, государство выделяет 3 миллиарда евро. Второй пакет поддержки, который затронет более широкий спектр, в том числе арендодателей, в том числе бизнес дополнительный и так далее, будет еще 3 миллиарда евро выделяться. После этого будет третий пакет еще на 3 миллиарда. То есть, по сути дела, государство на поддержку экономики выделяет 9 миллиардов евро дополнительных средств, что, понятно, поможет компаниям выйти из этого кризиса достаточно быстро. Кроме того, введены дополнительная помощь при отсрочках по кредиту и прочее. Так что, я думаю, что большой просадки быть не должно быть. А вот эта помощь, каким образом и в какие сегменты, если мы говорим исключительно о рынке недвижимости, она идет? Не происходит ли, например, кризиса неплатежей на рынке жилья, потому что наверняка какие-то люди все равно или теряют работу, или, по крайней мере, теряют зарплату? Смотри, объективно говоря, если мы говорим о клиентах, которые уже купили что-то, и они уже имеют кредит, они уже имеют арендные потоки, будь то коммерческие, будь то жилые объекты. Государство ввело помощь в формате, что банки обязаны дать отсрочку платежа и по телу кредита, и по процентам, с тем, что никаких штрафных санкций они не имеют права применять к клиентам. И эта отсрочка должна быть дана минимум на 12 месяцев. Это первое. Второе. Сейчас во втором пакете помощи они также разрабатывают возможность субвенционирования арендных платежей. То есть государство покроет часть арендных платежей как по бизнесу, так же и по физическим лицам. Пока ведется речь о 50%, то есть 50% государства прогарантирует оплаты. Если же мы ведем речь о, например, конкретном бизнесе, например, девелоперах и прочем, здесь, естественно, также государство приняло пакет поддержки, что оно покрывает до 80% от заработных плат. Она также дает возможность переноса налогов, переноса оплаты налога на прибыли, предоплат по налогам и прочее. И также возможность по переносу самих кредитов. Поэтому, в принципе, государство помогает как и компаниям, которые работают на рынке недвижимости, девелоперам, агентствам и прочим, так же и покупателям, будь то физические лица, будь то компании и так далее. Скажи, если мы говорим о разных сегментах, давай про коммерцию поговорим. Понятно, что сейчас, ну, может быть, несколько рано прогнозировать, когда, если не сейчас, но о текущей ситуации говорить, может быть, не совсем корректно, но тем не менее. Банковская недвижимость, ритейл, отели, в каком состоянии они сейчас находятся, ну, давай, первая часть, в каком состоянии они находятся сейчас? Смотрите, так как мы сами тоже являемся девелопером на сегменте торговой недвижимости, то есть это один из сегментов коммерческой недвижимости, могу сказать, что именно конкретно этот сегмент никаким образом не пострадал, потому что как мы работали с крупными сетевыми компаниями, так же мы с ними сейчас работаем. То есть, несмотря на общую ситуацию, до сих пор они абсолютно нормально подписывают новые договора, развивают новые точки, то есть мы больше всего, конечно, боялись того, что произойдет некая остановка подписания новых контрактов, потому что мы, естественно, развиваем данные проекты на год, на два, на три вперед. Поэтому в этом плане они не остановились, они также понимают, что рано или поздно ситуация данная пройдет, и они будут дальше развиваться, и это является залогом и долгосрочной работы на рынке. Больше всего, конечно, по моей оценке просядет офисная недвижимость, потому что, во-первых, скажем так, однозначно ряд маленьких компаний обанкротится, и, конечно, несмотря на то, сколько бы государство не помогало, ряд банкротств маленьких компаний пройдет, что, соответственно, скажется на спросе к офисной недвижимости. Часть людей, возможно, перейдет на работу на удаленке, и, возможно, в этом сегменте контакт спрос немножко подупадет. Если говорить про отельную недвижимость, то, конечно, я думаю, что на рынке появится большее количество отельных предложений в сегменте таких хоум-отелей, таких домашних отелей, да, то есть где, скажем так, с номерным фондом 8, 10, 15, 20 номеров, которым управляла семья, и которые, возможно, после данной сложившейся ситуации захотят какой-то проект выставить на продажу. Поэтому я думаю, что в сегменте офиса недвижимости пройдет самое большое падение. Если же говорить о отельной недвижимости, я думаю, что небольшое падение будет, но, опять же, все будет зависеть от того, какую поддержку государство окажет во втором и в третьем пакете, потому что также вопросы поддержки туризма, они очень активно прорабатывают, потому что 20% ВВП Словении – это туризм. И понятно, что этот сегмент государства будет больше всего поддерживать. Вот, Савелий, увидели ваш вопрос, обязательно на него ответим. Саш, ну вот смотри, мы сразу хочу сказать нашим зрителям, делали и продолжаем делать, сейчас готовим очередной видеопроект, который в динамике показывает уже, по сути, инвестиции в Словении с компаниями Александра Танкова, с Future Real Estate, с HRE21. И вот сейчас возвращаясь к тому, что мы с тобой, скажем, делали там три года назад, о чем мы говорили два года назад. Вот среди тех проектов, которые мы тогда оценивали, как раз ты прав, с ритейлом все произошло хорошо, даже офисы, ну и там, скажем, помещения под банки, мы с тобой потом анализировали, да, так как ты и предсказывал, вот объект свободный, пожалуйста, через некоторое время он занят. А вот с отелями как раз получается история наиболее сложная, по крайней мере, то, о чем мы с тобой снимали, если помнишь, вот в Мариборе был отель, вот мы сейчас есть, при вокзале, вот просто, ну, красивое здание, все здорово. Вот в чем здесь феномен таких предложений, и если они до кризиса были не особо популярны, что сейчас? И опять же, отели, они очень разные, есть отели там в центре города, есть отели именно туристические. Несколько слов вот об этом, можно? Да, проблема... Смотрите, проблема отельного бизнеса заключается в одном. Есть два типа инвесторов в отельный бизнес. Есть профессиональные инвесторы, которые ищут отели с номерным фондом хотя бы 50 номеров, и, по сути дела, такие предложения на рынке не так уж сильно могут. То есть на сегодняшний момент выходит оператор, выходят управляющие компании, но у них запрос минимум 50 номеров на отель. То есть очень много отелей в Словении было построено, потому что Словении изначально, конечно, учитывая, что тоже она была немножко в коммунизме, не было, конечно, такого уровня развития отельного бизнеса, как был в Италии изначально, да, то есть потому что, ну, Словения, в принципе, достаточно похожа в этом плане на Россию. И очень много строилось отелей, которые были нелогичные, которые были с очень маленьким номерным фондом. Конкретно вот этот отель, о котором ты говоришь в Мориборе, кстати, он в итоге был продан, потому что у нас последние где-то года, наверное, полтора-два идет большой бум в плане отельного бизнеса, то есть государство начинает субсидировать эту сферу, выделять гранты и прочее. Но, опять же, любой профессиональный управляющий понимает, что отель с 20 номерами, он не ликвиден в плане управления. То есть будь то отель на 100 номеров, либо на 20, у тебя та же будет команда и на рекламу, и на управление, и на продвижение и прочее. Поэтому вот этот сегмент, он остается вакантом для того сегмента покупателей иностранных, которые хотят купить что-то для себя, хотят сами этим заниматься как семейным бизнесом, ну и получать некий базовый доход в этой сфере. То есть поэтому я думаю, что как раз в сфере таких семейных отелей небольшая просадка будет, потому что, скажем так, крупный бизнес, он выживет. То есть когда мы говорим о каком-то семейном бизнесе, намного выше вероятность того, что просадка в этом плане будет. Но в последнее время могу сказать, что актуальные туристические точки, они весьма востребованы. То есть озеро Блэд, побережье Словении, Любляно. То есть это три топовые точки, где рост туризма, ну, составлял в последние годы, наверное, 20-25% в год. Поэтому сейчас люди потихонечку переходят на зоны Словении, которые менее покрыты, но не менее вакантны в плане перспектив развития отельного бизнеса. Давай ответим на пару вопросов, которые к нам уже пришли. Значит, во-первых, про возможность заключения договора без приезда. Ведь в Словении ты не можешь купить недвижимость на физическое лицо, соответственно, надо открывать юридическое лицо. Вот что сейчас можно сделать, чего нельзя именно на славянском примере? Смотрите, в любом случае, по моей оценке, может быть, отвечу сразу как раз и на другой вопрос, открытие границ произойдет в районе месяца июля-августа, если мы говорим о сообщении с Россией, например. То есть также с Украиной есть прямое сообщение, по-моему, с Любляной, они запускали рейс, по-моему, в Киев. Поэтому пока вот та информация, которую владею я, что это месяц июль-август, тогда произойдет открытие границ. В любом случае, в предварительных переговорах, если мы ведем речь о инвестировании в коммерческую недвижимость, либо недвижимость, которая приносит пассивный доход, мы изначально должны клиенту предоставить все данные, то есть расчеты, чтобы клиент понимал, во что он ввязывается, какие будут расходы, какие будут доходы и прочее. И в любом случае порядка одного-двух месяцев происходит такая, так называемая, подготовительная работа, когда мы клиенту высылаем все данные, проводим юридический дью-дил, высылаем все таблицы и так далее. То есть это можно выполнить уже сейчас. Объективно мы можем провести сделку в онлайне, то есть без приезда. То есть у нас сейчас была буквально две недели назад, мы заключили сделку с клиентом, который уже на самом деле имел компанию в Словении, но у него уже был одобренный кредит, и в связи с закрытыми границами он не смог приехать. Он сделал доверенность на нашего финансиста в России, пропастелировал данный документ, направил его DHL в Словению, и в Словении нотариус спокойно писал ипотеку и сделку завершил. Поэтому, опять же, с юридической точки зрения все оформить можно в онлайне, но, опять же, я думаю, что сегодня такой огромной спешки у нас нет. Если какой-то объект клиенту нашему понравился, мы можем спокойно поставить его под бронь, потому что, опять же, повторюсь, по многим объектам мы сами являемся девелоперами. То есть здесь мы можем под, скажем так, запрос клиента какой-то объект поставить под него на резерв, провести переговоры, возможно, заключить какой-то предварительный договор. То есть предварительный договор мы можем заключить с физическим лицом, он может деньги перевести спокойно нотариусу на депозитный счет, потому что мы все сделки делаем через нотариуса, чтобы он был уверен, что этот объект ждет его, и потом, как только границы откроют, он может приехать. Второй момент буквально еще уточню, что если у клиента он уже что-то инвестировал в Словении, и он хочет что-то докупить, то здесь процедура еще легче, поэтому это вполне возможно сделать. Понятно, есть нюансы. Мы должны с клиентом созвониться по Скайпу, либо там по любому другому мессенджеру, где мы должны его идентифицировать, кто он, что он, происхождение его средств и так далее, потому что тоже есть определенные протоколы по безопасности, которые мы должны как агентство и как девелоперы соблюдать. Но это все возможно, это все решаемо, поэтому здесь абсолютно никаких проблем нет. Скажи, пожалуйста, если мы говорим о кредитах текущих и возможных изменениях, ну, понятное дело, с одной стороны, государство вливает в экономику большие деньги, как это может сказаться на кредитных ставках? С одной стороны, денег много, но с другой стороны, они и так в последнее время были на рекордно низком уровне, вряд ли их будут понижать еще, но не будут ли повышать? Смотри, на самом деле, я думаю, что повышать ставки никто не будет. На сегодняшний момент ставки по кредитам, мы на сегодняшний момент работаем с пятью банками, в том числе местными банками, австрийскими банками, немецкими банками. Ставки в среднем составляют от 2, где-то до 2,7-2,8%, плюс так называемый евребор ставка рефинансирования, которая сейчас отрицательная. И, по сути дела, мы общались с банками, естественно, как скажется вот данная такая экономическая ситуация на проектах, которые мы финансируем для наших клиентов. Потому что в Словении абсолютно без проблем можно получить кредит и, скажем так, под объект недвижимости, под новую компанию. И я получил ответ от банков, что в случае, если арендаторы готовы заключать новые договора, но подписываться под новые точки и так далее, банки также готовы их финансировать. Мы с банками согласовали, что на сегодняшний момент, так как банки очень сильно завалены работой в связи с переносами действующих кредитов, что пока на ближайшие 2-3 недели мы пока заявки по новым кредитам остановили. Но в начале мая мы опять же далее продолжим с теми клиентами, по которым мы уже заявки подавали, и продолжим также с новыми кредитами. Конечно, процесс будет чуть-чуть дольше, чем это обычно занимает по времени, потому что, опять же, банки на сегодняшний момент получили инструкцию от государства, что они обязаны перенести действующие кредиты в дате отсрочки. А любая такая отсрочка, она должна пойти в кредитный комитет, они должны подготовить заявление, и уже на сегодняшнем моменте, только, например, лишь в одном банке, с которым мы работаем, уже порядка 800 заявок, которые они должны обработать. Так что трудность в связи с кризисом они больших не видят. Вопрос чисто технический, потому что все работают на удаленке. Естественно, это немножко тормозит процесс. Плюс огромное количество заявок, которые нужно сейчас решить. Так что, объективно говоря, проблем с банковским финансированием мы не видим. Мы уже кредиты для наших клиентов помогаем оформлять порядка уже как минимум трех лет. Поэтому, в принципе, я думаю, что в этом сегменте никаких изменений появиться не должно. Ну и тогда все-таки давай несколько слов о ритейле. Тут история следующая. Все-таки ритейл зависит от... Ну, успех ритейла, он в значительной степени зависит от того, насколько там велик арендный поток. Как ни крути, даже в продовольственном ритейле, ну, людям кушать нужно всегда, но все равно этот поток снижается, он неизбежно снижается. Не получается ли такая история, что уже по действующим контрактам в ближайшее время можно ожидать некой просадки, по крайней мере. Ну, те же самые арендаторы могут начать просить все-таки на неких смягчающих условиях. Или в славянском случае это все берет на себя государство? Смотрите, я здесь проведу также две параллели. Вот на самом деле в Словении вот буквально в прошлые две недели активно муссировалась тема, что в Австрии приняли закон о том, что арендаторы могут не платить аренды. Вот сегодня у меня утром была буквально конференция с коллегой из Австрии, потому что мы сейчас также планируем выходить на австрийский рынок. И я у него задал вот этот вопрос. Он говорит, Саша, это на самом деле не совсем правда. То есть есть предложения, которые предлагают рассмотреть, но пока на законодательном уровне еще этот закон не принят. Потому что, ну скажем так, то, что государство на законодательном уровне внесет поправку о том, чтобы убрать арендные платежи на период вот этого кризиса, это будет абсолютно незаконно. В сегодняшний момент законов и актов, которые, если у вас в договоре прописан такой форс-мажор, то, конечно, это другое дело. Но законодательных актов, на основании которых арендаторы могут не платить, такого нету. Если говорить из практики, например, у арендатора, когда мы работаем с ритейлерами, мы заключаем долгосрочные договора. Договора минимум на 10 лет. И по исходя из юридической практики сегодняшней, если арендатор не может пользоваться 1-2 месяца объекта недвижимости, это не является основанием для пересмотра условий самого договора. То есть если бы такая ситуация продлилась хотя бы год, то после этого арендатор может апеллировать на расторжение договора либо на пересмотрение условий. Но когда, например, у тебя долгосрочный договор и данная ситуация, то есть для каких случаев это было введено, например, объект недвижимости был уничтожен, произошло землетрясение, объект уничтожен. В этом случае арендатор имеет право расторгнуть договор либо пересмотреть условия, потому что объект недвижимости фактически был уничтожен. Но если мы говорим о конкретном COVID на сегодняшний момент, мы ни от одного арендатора не получили письмо, где он, ссылаясь на какие-то законы, акты, потребовал бы изменения условий контракта. Конечно, арендаторы пишут, что ребята, пожалуйста, давайте рассмотрим какой-то компромиссный период этого вируса. Мы, естественно, также идем навстречу. Если это какое-то маленькое помещение с ЭПшником, конечно, мы идем навстречу, даем некий дисконт по аренде. Если же мы ведем речь, опять же, о крупных сетевиках, потому что в основном, конечно, мы работаем с крупными сетевыми магазинами, однозначно здесь мы даем максимум, на что мы идем, мы даем рассрочку платежа. То есть никаких дисконтов по аренде мы не будем давать, потому что, а, это крупные сетевые магазины, они долгосрочно заинтересованы в этих точках. Если они уйдут, в любой момент сядет их компромисс на эту точку. И, конечно, однозначно, это крупные стабильные компании, которые все равно имеют достаточный ресурс, чтобы оплачивать арендные платежи. Понятно, все просят, все просят сединить сроки по оплатам, но максимум, на что мы идем, это срочка платежа. Поэтому в этом сегменте, я бы сказал так, что это оказалось такой самый стабильный сегмент инвестирования, под условием, что ты работаешь с крупными компаниями, конечно. Все-таки, смотри, но вы работаете ведь с, у вас есть арендаторы и ритейл продовольственный, и ритейл, скажем, нонфуд, да. Тут тоже никакой разницы нет? Смотрите, на сегодняшний момент в Словении могут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, страховые компании, а также магазины дроггери, то есть это ДМ, Мюллер, то есть магазин, который продает парфюмерию. По этим магазинам они все оплатили аренду срок-срок, то есть вот был срок оплаты до 8-го числа, до 8-го числа они оплатили. И здесь также, кстати, плюс, что всегда аренда платится за будущий период, то есть арендаторы в начале месяца платят аренду за текущий месяц, то есть не за назад, а за период он, получается, платит. Если мы говорим о нонфуд ритейле, то есть это магазины одежды и прочее, конечно, у них просад, потому что этот сегмент закрыт, но я предполагаю, что в течение 14 дней этот сегмент тоже потихонечку откроют. Поэтому, конечно, разница она есть, но нужно понимать также то, чтобы купить продуктовый магазин, нужно финансовых ресурсов намного больше, чем купить, например, тот же какой-то небольшой магазин, да, то есть там с одеждой и так далее, потому что продуктовые магазины, ну, не садятся на площади меньше, чем 500-600 квадратных метров. Окей. Ну и тогда последний, наверное, вопрос, который мы успеем сегодня обсудить. Я, кстати, сразу хочу сказать, что на следующей неделе, следите за объявлениями, мы будем проводить отдельный вебинар с компанией Century 21 и Future Real Estate с компаниями из Словения. И с Александром еще непременно пообщаемся, уже поговорим о более конкретно, о конкретных точечных решениях. Все-таки несколько слов о жилье. Что ты ожидаешь в этом сегменте? И, опять же, Словения не велика, но есть Любляна, которая в первую очередь промышленная история, Марибург в первую очередь промышленная, а есть там Ракашка-Слатина или Побережье, которые более такие туристические. Смотрите, однозначно я советую рассматривать на сегодняшний момент это крупные города. Первое – это Любляна, это столица. Недвижимость всегда здесь была, есть и будет ликвидной. Даже в период кризиса 2008 года меньше всего просела на славянском рынке именно недвижимость столицы. Наиболее быстро она также отыгралась, поэтому сейчас мы предлагаем также ряд девелоперских проектов, где клиент может зайти в объект на фазе котлована, заплатить 10% задаток и остаток оплатить тогда, когда объект будет построен. Сделка максимально эргически защищена, за строчек денег до момента передачи вам квартиры не получает, поэтому я, конечно, однозначно советую изначально рассматривать столицу и рассматривать жилую недвижимость в формате до 100 квадратных метров, потому что, опять же, мы попадаем в сегмент ценовой в районе 3000 евро за квадратный метр, и это тот сегмент, который всегда будет актуален. Побережья, БЛЭД, туристические зоны, они также вакантны, но на сегодняшний момент цены в этих регионах достаточно дорогие, конкуренции не очень много, потому что в этих зонах достаточно сильно ограничены выдачи разрешений на строительство, и таких проектов на самом деле немного. То есть, знаете, вот если есть клиент, который говорит, а я вот хочу там купить квартиру с видом на озеро, он готов заплатить много. Но если вы рассматриваете с точки зрения ликвидной недвижимости, то это только столица, возможно рассмотреть второй, третий по величине город, это Марьбре либо Целье, и то нужно очень детально подходить к проекту, микролокации и прочим вещам. Поэтому однозначно это столица, однозначно это новострой, и по моей оценке, конечно, лучше всего рассматривать проекты, которые еще строятся, потому что в них можно получить цену чуть-чуть, но пониже, чем уже в каких-то действующих объектах. Окей. Дорогие друзья, Александр Танко, руководитель компании Future Real Estate, Century 21, Словения. Саш, спасибо тебе огромное. Вполне приятный и оптимистичный такой разговор. Значит, напомню, что завтра мы обязательно, вот в контакте, кстати, компании перед вами, пожалуйста, и объекты, которые представляет компания, пожалуйста, можете посмотреть. Мы, напомню, обязательно еще встретимся с Александром уже на следующей неделе, а завтра, ну, завтра или, может быть, в субботу отчет об этом вебинаре у нас будет представлен. Соответственно, вы можете посмотреть всю информацию, кто-то что-то, если не успел или не услышал, послушать и посмотреть еще раз. Саша, спасибо тебе огромное. Здоровья, сил. Договорились. Удачи. Счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok